Даже ничего не делая, вы можете получить желаемое. Когда все это будет работать в одном направлении, ваша способность воплощать любое желание в жизнь превзойдет все ожидания. Все, что мы на этой планете создали своими руками, изначально было создано в наших умах. Все, что когда-либо человечество сотворило на этой планете, перед этим родилось в наших умах, а затем было реализовано в реальном мире. Все замечательные вещи и все ужасные вещи — это порождение человеческого ума. Поэтому, если нам не безразлично то, что произойдет с нами в будущем, чрезвычайно важно, прежде всего, научиться создавать правильные вещи в нашем уме, научиться правильно мыслить. Если мы будем мыслить не во благо нашего будущего, то то, что мы создадим, тоже будет случайным и бессистемным. Так что научиться мыслить в правильном направлении очень важно, чтобы притягивать счастье и достигать поставленных целей. Есть одна отличная притча. Однажды человек вышел на прогулку. Он долго гулял. Случайно, даже не подозревая, он зашел в рай. Ему улыбнулась удача. Он просто вышел прогуляться и попал в рай. После долгой прогулки он устал, поэтому подумал, «Я так устал, мне очень хочется отдохнуть». Он оглянулся и увидел неподалеку красивое дерево, под которым стелилась очень мягкая трава. Это место понравилось ему, поэтому он улегся там и уснул. Через несколько часов он проснулся, хорошо выспавшись, и подумал, «Я так чудесно отдохнул, но теперь я голодный, вот бы чего-нибудь съесть». И любое блюдо, которое приходило ему на ум, тот час появлялась перед его глазами. Вот такие чудеса. Голодные люди перед едой долго не думают. Появилась еда, надо есть. Он наелся и подумал, «Я набил желудок, теперь хочу чего-нибудь выпить». И о каком бы напитке он ни подумал, все самые искусные нектары сразу появлялись перед ним. Тот, кто очень хочет пить, тоже долго не думает. И он сразу начал пить. Все это показалось ему странным, и он подумал, «Что, черт возьми, здесь происходит? Я захотел еды, она появилась. Я захотел попить, появились напитки. Наверное, это делают духи». И тут появились духи. «О нет, появились духи, они окружат меня и будут мучить», подумал он. И тот час духи окружили его и начали мучить. Он начал кричать от боли, «Да они же убьют меня!» И духи его убили. А еще минуту назад он считал себя счастливчиком. «Дело в том, что он сидел под деревом Калпаврикша, так называемым деревом желаний. Он хотел еды, еда появилась. Он хотел пить, появились напитки. Он подумал о духах, они пришли. Он думал о мучениях и получил их. Он подумал о смерти, за ним пришла смерть». Но не стоит искать дерево Калпаврикша. Сейчас деревьев вообще мало осталось. Калпаврикшей называют окрепший, стабильный ум. Если вы доведете свой ум до определенного уровня дисциплины, он, в свою очередь, будет контролировать мир вокруг вас. Ваше тело, ваши эмоции, ваша энергия, все будет работать в правильном направлении. Как только все эти четыре составляющих ваше физическое тело, ваш ум, ваши эмоции и основные жизненные энергии будут работать для одной цели, все, чего вы пожелаете, сбудется даже без вашего активного участия. Ваши действия, конечно, тоже не будут лишними, но даже ничего не делая, вы можете получить желаемый результат. Если вы направите свою жизнь в правильное русло и будете удерживать ее в этом направлении, обретете желаемое. Сейчас ваш ум работает по-другому. Он постоянно меняет свое направление. Словно вы куда-то спешите и каждую минуту путаетесь в своих мыслях. Таким образом, достичь своих жизненных целей будет очень сложно, если только это не произойдет случайно. Так что, направив свои мысли в правильное русло, а вместе с ним и все четыре составляющих, вы создадите свое счастливое будущее. Все, что вы пожелаете, произойдет. Но если все сбудется прямо сейчас, все, что вы за свою жизнь успели пожелать, вы сломаетесь. Если все то, о чем вы мечтали, в эту же секунду появится рядом с вами, справились бы вы с этим? Для этого очень важно, чтобы вы физически, эмоционально, умственно и энергетически действовали и мыслили в правильном направлении. Если это не так, мы становимся саморазрушительными. Это наша общая проблема. Технологии, которые должны были сделать нашу жизнь красивой и легкой, стали источником всех проблем. Они разрушают саму основу нашей жизни, нашу планету. То, что должно было стать благом, становится проклятием. То, что за последние сто лет принесло нам невероятные уровни комфорта и удобства, также стало угрозой для нашей жизни. Просто потому, что все наши действия неосознанные. Мы их не контролируем. Так что дисциплина ума — это в первую очередь переход от неосознанных действий к осознанным. Возможно, вы слышали о людях, чьи желания вполне неожиданно для всех сбывались. Обычно это происходит с верующими людьми. Теперь предположим, что вы хотите построить дом. Если вы начнете думать, «Я хочу построить дом». Чтобы это сделать, мне нужна определенная сумма, но у меня есть только несколько монет. Мое желание невозможно исполнить. В этот момент, когда вы говорите «невозможно», на самом деле, вы говорите «я этого не хочу». Итак, с одной стороны, у вас есть желание, вы чего-то хотите, но с другой стороны, вы говорите «я этого не хочу». При таких разногласиях у вас ничего не получится. Вера работает только для тех, кто действительно верит и не копается в мыслях. А вот для тех людей, которые слишком много думают, вера никогда не срабатывает. А наивный и открытый человек, который просто верит, может сказать «я мечтаю о доме». Я не знаю, как я его получу, но знаю, что получу. В его голове нет негативных мыслей. Он не сомневается, случится, не случится, возможно, невозможно. Верующий не ставит под сомнение свои желания. Такой человек верит, что Вселенная даст ему дом. Поэтому его желание сбудется. Значит ли это, что Вселенная завтра построит вам дом? Конечно же нет. Вы должны понимать, что Вселенная не пошевелит ради вас ни мизинцем. Вообще, сама суть счастья и благополучия звучит так. Если вы несчастны, единственная причина вашего несчастья заключается в том, что жизнь складывается не так, как бы вам этого хотелось. Вот и все. Так что, если ваша жизнь складывается не так, как вам хотелось, вы несчастны. А если все происходит так, как вам хочется, вы счастливы. Вот так все просто. Поэтому, чтобы жизнь складывалась так, как вам хочется, важно понять, как вы думаете, насколько целенаправленно, насколько устойчива ваша мысль, и насколько сильно вы сомневаетесь. так вы поймете, станет ли мысль реальностью, или это просто пустышка. Не надо создавать своей цели препятствия в виде негативных мыслей. Возможно ли это? Сомневаться в возможности чего-либо уничтожает нас. Возможно, невозможно, это не ваше дело, это дело Вселенной. Ваше дело просто стремиться к желаемому. У меня есть два вопроса. Два очень простых вопроса. Просто послушайте и ответьте. Сможете ли вы сейчас взять и взлететь? Вы скажете нет. Сможете ли вы сейчас взять и пойти? Вы скажете да. Почему это так? Почему вы говорите нет полету и да ходьбе? Потому что у вас есть жизненный опыт. Много раз вы вставали и шли, но ни разу вам не удавалось взлететь. Или другими словами, опираясь на жизненный опыт, вы определяете, возможно, что-то или нет. Поэтому для вас то, что до сих пор не случилось, в будущем произойти не может. И это убивает человеческий дух и человечество в целом. То, что с вами не случилось ранее, возможно, в ближайшем будущем. Люди способны на все. Так что оставьте вселенной решать, что возможно, а что нет. И двигайтесь вперед. И вселенная решит. А вы просто должны понять, чего хотите, и стремиться к этому. Сформулируйте желание, позабыв об отрицаниях, о каких-либо негативных мыслях, влияющих на силу вашего желания. В первую очередь, вы должны понять, чего хотите на самом деле. Если вы не знаете, чего вы хотите, то ни о каком воплощении в реальность не стоит и говорить. Ведь на самом деле вы хотите того, чего хочет каждый. Жить в радости, в мире, в достатке, находиться в любящих отношениях. Другими словами, все, чего хочет любой человек, это чувство приятности внутри себя и снаружи. Проявление этой приятности в теле мы называем здоровьем и удовольствием. Проявление ее в уме мы называем умиротворением и радостью. Когда она проявляется в наших эмоциях, мы называем ее любовью и состраданием. Если она касается нашей энергии, мы называем ее блаженством и экстазом. Это все, что ищет человек. Те, кто идут в офис на работу, чтобы зарабатывать деньги, те, кто строит карьеру, создают семью, те, кто сидят в баре или те, кто посещают храмы, все они ищут одно и то же. Приятность внутри, приятность снаружи. Если это то, чего мы действительно хотим, значит, надо принять решение и посвятить всего себя этой задаче. Итак, вы хотите создать из себя миролюбивого, счастливого, радостного, любящего человека, во всех отношениях приятного. И общество вы тоже представляете таким мирным, счастливым, полным любви и радости. Нет, нет, я хочу денег, я хочу еды. Мир полной радости это тот мир, в котором сбылись все ваши желания. Вот что вы должны искать. Все, что от вас требуется, посвятить себя созданию счастливого, радостного и любящего мира как для себя, так и для всех вокруг. И можно каждое утро начинать вот с такой простой мысли. Сегодня, куда бы я ни пошел, я буду создавать любящий и радостный мир. И даже если вас ждет много неудач, какая разница? Для целеустремленного человека не существует такого понятия как неудача. Сто неудач это сто новых возможностей. И если посвятить себя созданию того, что для вас важно, ваш ум станет упорядоченным. Упорядочив ум, вы сможете упорядочить и эмоции, ведь как думаешь, так себя и чувствуешь. Когда эмоции и мысли будут двигаться в одном направлении, к ним присоединится и энергия, тогда вместе с ними станет упорядоченным и последнее измерение — тело. Когда все эти четыре измерения будут работать в одном направлении, ваша способность воплощать любое желание в жизнь превзойдет все ожидания. Субтитры создавал DimaTorzok